Привет, ребят! Сегодня у меня на обзоре компонентная акустика. Очень красивая коробка в китайском стиле. Куча множества красивых слов непонятных. Мне, по крайней мере, зачем они тут нужны. На коробке зачем-то Porsche, зачем-то сабвуфер с резинками голубого цвета. Ну ладно, это все как бы лирика. Называется акустика Audio Top. И тут вот написано Vigonza PD Italy Soundmakers. Не знаю, я что это такое. В общем, я буду вам все показывать, рассказывать. А там уже сами делайте выводы, если вдруг встретятся где-то. Хотя вы будете знать, что это такое. Еще есть надписи Woofer, MidBass, MidRange, Twitter и Coaxial. То есть вообще все до кучи смешали. Здесь то же самое. Kit White Speakers F-130. Модель GE 13.2 написано. Я так понимаю, это название модели. Так. Ага, вот здесь вот написано Made in China. Такая вот коробка. В принципе, симпатичная. Но я так понимаю, что натуральный Китай. Хотя вот тут хорошая такая инструкция. Не китайская. Какая-то прям фирмовая. По-русски даже есть. Конденсатор для Twitter есть. Указан. Схема вот здесь. Схема присутствует. В общем, размеры присутствуют. Присутствует описание. GTV18N. Непонятно, что это. Но подозреваю, это именно как раз Twitter. Здесь Mylar, алюминий. 15 мм. Ага, так. Катушка. Диффузор Mylar. Катушка алюминиевая. Диаметр катушки 15 мм. Диаметр акустической системы 30 мм. Другая. Другой у нас динамик 13, который сантиметровый. Тут идет PP-кон, то есть тканевый, скорее всего, тип. Ну, я так думаю, это диффузор. Катушка тоже алюминиевая, дюймовая. И диаметр 130 мм. У Twitter неодимовый магнит. У 13-го мидбаса феррит. 4-ома оба динамика. Частота среза кроссовера 5 кГц. 6 дБ на октаву. То есть, фильтр первого порядка. Ну, посмотрим. Посмотрю, что там внутри лежит. Есть еще две схемы для подключения двух разных систем. Это двухканальная система с параллельным подключением твиттеров. А это четырехканальная система с мостовым подключением сабвуфера и параллельным подключением твиттеров к мидбасам. Ну, и расположение. Сабвуфер в багажнике. Миды внизу, твиттер вверху. Либо на торпеде, либо на дверях, там на зеркалах. Вот такой вот шаблончик есть. Смотрите, это посадка тринадцатых. Это, видимо, посадка твиттеров. Прикольно. Хотя могу ошибаться. Не знаю. Так, пакет. Это я уже доставал. Фоткал. Вот такие вот сеточки. Так вот выглядит динамик сам. Сетка стандартная для тринадцатого. То есть, динамик вкладывается внутрь. В принципе, неплохо сделанная. Шильдик тут. Тут то же самое. Смотрите, какой красавчик. Ну, пластиковый диффузор. Пластиковый. На бумагу намека никакого нет. Спененный подвес. Здесь колечко. Оно прижимает подвес к корзине. И плюс дает жесткость. Колпак тоже, по-моему, пластиковый. Очень похоже на то. В общем, мидбас должен быть глухой. И не басистый такой. Хода практически не дает. Очень жесткий. Жесткая шайба и жесткий подвес. Дюймовая катушка. Блестящая корзина. Никелированная. Лопатки большая и маленькая. Плюс-минус подписан. Подводящие вклеены в диффузор. Здесь вот такой вот небольшой магнит. С вентиляционным отверстием. С закрытым сеткой. На котором красочкой у нас нанесен узор. Аудиотоп. И модель GN-13 Jump. 100 ватт. Такой вот мидбас. А это вот... Твиттер. Сейчас посмотрим на него. Надо только умудриться разобрать эту коробку. О! Так, вот они. Твиттера. Один я отсюда заберу. Для прослушки. Так, а это комплект для монтажа. Для монтажа. Для монтажа. Твиттеров. Уже поломанный, кстати. Вот одно ухо отвалилось. Ну, обычно вот эти используют. Вот такая вот фиговина, ребят. Открытый полностью. Твиттер получается. То есть, закрывается только вот этим перекрестием. Либо вот такой вот есть монтаж. Он поломанный. Здесь идет сетка металлическая. Но это, видимо, для панели. Только я не понимаю, зачем вот эти вот уши. Боковые. Может, они не нужны здесь вовсе. Ну да, это для панели или для дверей. Вот это зачем мне непонятно. Вообще не могу понять. Ну ладно. И там еще есть уплотнение для мидбасовых сеток. Мастика или как называется. Такой битум типа резинок. И две наклеечки. Ну, двухсторонний скотч. Сюда. Вот так клеится, чтобы мы могли зафиксировать твиттер. Очень дешево все выглядит. Очень дешево. Я бы, наверное, себе такое не взял. Ну, если только реально деваться некуда. Конденсатор не видно. Какой там внутри. Разрезать тоже не буду. Нет смысла. Я думаю, тоже, наверное, какой-нибудь там 4,7 или 3,3 микрофарад. В общем, попала в руки такая вот система, ребят. Надо вам показать. Решил поделиться с вами, так сказать, находкой своей. Ну, дешево-дешево выглядит. Очень дешево прям Китай. Тут какая-то вот шишка непонятная. Что там под резинкой? Мне вообще непонятно. Как будто что-то там на магните, блин. Как бы ее снять? Хрен снимешь, да? Посмотреть хотя бы. Шиномонтажка на дому. И что, исчезла шишка, да? Что это было вообще? Тут какая-то наклейка и все. Ну, вот видно, вот он. Задир, где была шишка. Просто одет был неровно. Ну, вот снял резинку, покажу. Такой вот небольшой феррит. Ну, фланцы вот, никелированные тоже оба. Все держится на клею. Никаких болтов я не вижу, даже намека. Возможно, изнутри что-то скручено. Ну, вот снаружи видно так. Вот такая вот сборка. А походу губа тут задралась. Странно. Серийный номер, который отклеился. Что, включу? Вкрутить в стенд. Только не знаю, с чем ее сравнить. К сожалению, пока ничего нет у меня. Все оделось ровненько, замечательно. Наверное, я не знаю, может с коаксиалами, с какими-нибудь сравнить. А так-то не с чем, на самом деле, пока. Ну, включу хотя бы, чтобы вы поняли, что это такое. Аккумулятор так сел, что аж усилитель рубиться начал в защиту. Итак, подопытный наш аудиотоп итальянский Made in Chino. Значит, он подключен на тот же канал, что и пищалка, просто на разные провода. Тут, ну, полметра где-то разница, но до пищалок чуть-чуть дальше. Но на звук абсолютно не влияет, просто неудобно было коммутировать. Повключаю я с 13-шками, с 13-ми сантиметровыми, только коаксиальными. Вот их трое. Примерно один ценовой диапазон, там, плюс-минус. Ну, просто, типа, размер такой же, как бы, ну, и качество, мне кажется, звука примерно похожее. Вот она аудиотоп, вот он кикс, модель не помню. А это, по-моему, АЦВ-шка или Аура, Аура. Вот, ну, а не коаксиальные, а этот компонентный, конечно, но он такой же, в принципе, по звуку похожий, как коаксиальный. То есть, по качеству не супер, скажем так. Ну что, послушаем. Микрофон отставлю. Да, кстати, срезы сейчас покажу вам. Скажу, вернее. Там, наверное, будет не видно. Так, частота среза нету. Ну и трек сейчас поклацаю. Что-нибудь поищу интересненькое. Более-менее, без авторских прав. Так, чтобы вам не противно было слышать и видео, чтобы не забанили на ютубе. Более-менее, без авторских прав. Более-менее, без авторских прав. Пару слов скажу, пока уши не остыли, чтобы, как говорится, с пылу, с жару, свое личное мнение. Мидбас плотный, но не такой жирный, как у кекса. И середины немножко не хватает. Зажатая середина. Воздуха, в принципе, достаточно. Цыкают неплохо пищалочки. Но громкости не ждите, ребята. Как бы, ну, не громкие динамики. Чувствительность, как бы. И плюс маленькие диффузоры, маленькие теофрагмы и так далее. АЦВ проигрывает вообще везде. Я еще в ее обзоре говорил, что динамик, как бы, не супер, скажем так. Если нужна середина более ярче, то Kix, как аксиальник я бы взял. Ну, вот здесь, как вот из-за того, что раздельно, частоты немножко разнесены. Даже, ну, вот здесь из центра, да, пищалка играет. А здесь немножко смещена. Уже другой звук. Плюс тут подвес немножко другой. Диффузор другой, колпак. Ну, в общем, здесь мидбас такой более хлёще. Такой, не жирнее, а наоборот, хлёще такой, чёткий удар. Здесь немножко, ну, я говорил, здесь мидбас рыхлый, мажется. Но зато здесь середина и высоких в достатке вполне. Давайте ещё классику какую-нибудь включу быстренько. И, наверное, на этом всё, в принципе, своё мнение я сказал. Если ещё какая-то мысль появится, скажу ещё. Субтитры добавил DimaTorzok В принципе, повторю то, что я и говорил. Плотный звук, но середины не хватает. Здесь середина ярче. Здесь такое ощущение, что просто вот какой-то диапазон из середины играет, а все остальные частоты просто отвалились. Либо вот такой горбик небольшой, а всё остальное прям сильно как бы зажато. Ни высоких, ни мидбаса особо я не слышу. Здесь, ну, так поприкольный звук всё-таки. Может быть, пищалка вывозит. Ну, и мидбас как бы неплохой, но жирности не хватает. Вот такой вот, ребята, обзор. Акустика недорогая. Цену я найду. Я не помню уже, как бы, сколько она стоит. Память, сами понимаете, не 15 лет. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, сами знаете, что делать. Всем вам желаю удачи в жизни. Чистого и громкого звука. Пока.